Друзья, добрый день! Я хочу провести небольшой короткий прямой эфир и сообщить вам об одной серьезной вещи, которая намечается в Казахстане, о серьезных событиях, на которые очень важно, чтобы повлияло гражданское общество. Мы из СМИ вчера узнаем о том, что собирается некая рабочая группа по вопросам политических заключенных. Эту рабочую группу формирует Министерство юстиции. Министерство юстиции, которое будет сегодня, так сказать, проводником этих переговоров с американцами о проблемах политзаключенных, будет формировать группу из правозащитников с нашей стороны. И здесь очень важный момент. Я бы хотела, чтобы мы его не упустили. Давайте будем вспоминать, как у нас уже проходили такие мероприятия. В 2018 году, 10 мая, когда приезжала к нам тоже Еврокомиссия с Евродепутатов, кто на этой группе участвовал? И со стороны правозащитников выступила Бахаджан Таригожина, Асель Нургазива. Галла Могилео в своё место уступил Касанову и Мамбиталину. О чём говорил Касанов и Мамбиталин? Они говорили о том, что необходимо, значит, Мамбиталин рассказывал о своей партии, которую у него забрали, выставлял себя, так сказать, жертвой преследования. О актуальных, насущных проблемах людей, политзаключённых, о пытках. Не пригласили говорить, допустим, Елену Семёнову. Об этих проблемах не говорили. О том, что в стране существуют десятки политических заключённых, мы с вами знаем. И мы должны эту тему актуализировать максимально. У нас сейчас есть большая, серьёзная возможность донести до американцев эту ситуацию. И вот смотрите сейчас, какая опять ситуация будет. Пойдут на эту встречу непонятно кто, непонятно по каким признакам, по каким принципам будут формировать эту рабочую группу. Формировать её будет, ещё раз говорю, Министерство юстиции. И в этом смысле нам нужно обращаться сейчас публично. Во-первых, в Минюз. Во-вторых, в Посольство Америки. В-третьих, к тому же в Бюро по правам человека. И настаивать, чтобы эта встреча, чтобы эта рабочая группа работала, во-первых, прозрачно. Во-вторых, с теми представителями, которые делегирует наше общество. Мы с вами должны внимательно наблюдать, кто сегодня занимается проблемами политических заключённых, политических преследуемых, политических беженцев, людьми, кто составляет полные списки арестованных, задержанных, преследуемых на протяжении нескольких лет, на протяжении двух-трёх лет уже в Казахстане. Естественно, нам нужно, чтобы в этой группе участвовали те правозащитники, которым мы доверяем. Это Бахаджан Тарикожина, это Евгений Жовтис, это группа Кахарман. И мы должны настаивать, чтобы все эти процессы шли публично, чтобы те, кто занимается составлением списков, попали в эту группу и работали прозрачно так, чтобы общество знало, о чём речь. А не так, как Жан-Булат Мамай встретился последний раз с представителями европейских дипломатов, полтора часа с ними общался, и почему, по какому признаку именно Жан-Булат это делал, и о чём они там говорили, мы знаем только с его слов. Наша задача сделать этот процесс максимально публичным, максимально прозрачным, для того, чтобы общество понимало, что действительно отстаивают права политических заключённых, для того, чтобы общество точно знало, что действительно будут отстаивать интересы политических преследуемых, а мы знаем, что уже сейчас Казахстан отрицает наличие политических заключённых. Мы знаем, что уже сейчас они говорят, у нас политзаключённых нет, мы это называем не так. Ну, то есть это у них, как санексия Крыма, это слишком тяжёлое слово для нас, и мы поэтому, типа, что случилось, то случилось. Поэтому мы, как гражданское общество, я сейчас обращаюсь ко всем активистам, мы должны на этот процесс влиять. Я прошу вас оставлять свои обращения, скажем так, в адрес, во-первых, в Министерство юстиции, во-вторых, в адрес посольства Америки, которое тоже будет участвовать в формировании этой рабочей группы, в-третьих, чётко и ясно указывать, кого мы хотим видеть в составе этой рабочей группы. Я настаиваю, чтобы в составе этой группы были те, кто ведёт сегодня фиксацию всех политических заключённых, политически преследуемых лиц. Это, в первую очередь, наши правозащитники, Бахаджан Таригожина, и это группа Кахарман, который ведёт наиболее полные списки политически преследуемых, политически заключённых, политических беженцев, арестованных, задержанных по всему Казахстану. Это группы, которые собирают всю информацию, и этой информацией пользуются наши СМИ, пользуются АЗАТИК, пользуются международные организации, и важно, чтобы именно эти люди, которые составляют эти списки, ведут прямую работу с активистами, участвовали в этом и внесли свой вклад публично, прозрачно, чтобы мы знали, о чём идёт речь, чтобы за нашими спинами ничего не делать. Почему я сегодня вышла в этот эфир? Потому что 8 человек в настоящий момент находятся в ВВС города Алматы. Все эти люди задержаны за то, что они постоянно выходили и требовали свободы политическим заключённым. Асхад Жексибаев сидит пятый раз за то, что он следует своим принципам. Наш долг просто в тот момент, когда Жексибаев требовал это, много-много-много раз выходил, выходил-выходил на площади, на всевозможные улицы, пикеты и так далее, наша задача сделать так, чтобы его вклад не прошёл бесследно. Важно, чтобы вклад этих людей, наших патриотов, наших активистов, которые в Астане, в Алма-Ате, в Актюбинске, в Симпалатинске, в Усть-Каменогорске, по всей стране, в Атырау, выходили и делали это, выходили на эти пикеты, выходили на митинги, были преследуемыми, до сих пор расплачиваются за штрафы, до сих пор сидят. Наша задача, чтобы этих людей услышали, а не тех людей, которые никогда этим не занимались, не тех людей, которых назначит сегодня власть, не тех людей, которых назначит сегодня Бекитаев, Министерство юстиции и так далее, а именно тех людей, которых выберет гражданское общество, которых делегирует гражданское общество, говорить о проблемах политических заключенных. У нас людей пытаются, у нас над людьми издеваются в СИЗО, у нас Оксана Шевчук с грудным ребенком сидела в СИЗО, не забывайте об этом, не забывайте о том, что нас многодетных матерей сегодня признали политическими узниками. Вот это все нужно продолжить и довести, чтобы наш труд, труд активистов, не прошел бесследно, не прошел даром, чтобы Асхаджик Сибаев и те парни, которые сегодня находятся в СИЗО на Лобачевского, не сидели напрасно, чтобы то, что они сделали для Казахстана, для гражданского общества Казахстана, было отработано на все 100%. Вот поэтому я вас призываю писать сегодня посты, обращения, выходить в эфир и требовать, чтобы была сформирована прозрачно, публично была сформирована та группа, которую будет делегировать гражданское общество Казахстана. Большое спасибо! Я завершаю свой эфир, нахожусь на Майдане сейчас. Услышимся! Продолжение следует...